Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1962 года, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Это не тонкая копия только. И защищаемый физический биоробот потоком Абсолюта. Берем ее в защитный скафандр на время работы и вместе с тонкой копией Юлии поднимаемся в комнату диагностики. И будь с ней. 1, 2, 3. Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Юлию. Интересуемся, готова ли Юлия к диагностике. Доверит ли она нам в своей биополе на период сеанса? Надо верить, она как путы хочет разорвать, но вокруг нее дракон красный. Он ее обвил холостом своим. Отлично. И силой моего намерения дракон оказывается в клетке в тюрьме. 1, 2, 3. Да, готова. Агрессирует? Нет, он распластался по клетке. И не еще что-то. Они на ноге как гиря привязаны. Мы сейчас все проверим. Это может быть и голограмма. Давай сделаем так. Юлия становится в скэнер. Я даю команду скэнеру. Скэнер на счет 3 начинает сканировать все 7 тонких ее тел. Находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. 360 градусов. Все, что подключено к ее биополю, обнаруживается. От этих чипов, датчиков выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы. И ответственные по этим каналам притягиваются в клетку тюрьмы и становятся заложниками. 1, 2, 3. Да, будет так. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел. На одной ноге у нее большая такая гиря. В клетке она. От кого? И выстраиваем от гири сейчас канал к ответственному. 1, 2, 3. И притягиваем ответственность за эту гирю в клетку тюрьмы. Он становится нашим заложником. 1, 2, 3. Бес. Отлично. И удар 100 тысяч герц без. 1, 2, 3. Удар. Угу. Поджарил тюрьмы. Хорошо. Переходим к дракону. И от дракона выстраивается канал к ответственному. 1, 2, 3. И ответственный, если он есть, по каналу притягивается и в клетку тюрьмы и становится нашим заложником. 1, 2, 3. Да, будет так? Нет, это дракон. Красный дракон и бес у нее 2. Хорошо. Дракон встал. Но он сидит. Понял, куда ты попал? Нет? Ну, он кивает, как-то повизгивает так. Ничего ты не понял. И появляется в моих руках печать дракона. 1, 2, 3. Включай на полную мощность. Он как замер. Повизгивает. Дракон, ты зашел на территорию, где убивают. За то, что ты вошел на чужую территорию. Ты думал, ты самый умный? Я тебе скажу, что это не так. И дракон получает удар. 150 тысяч герц. Удар. Но он агрессирует. Отлично. Влад, дай ему удар, чтобы он не агрессировал. Не убивай. 1, 2, 3. Удар. Пока на полу не разляжется. Не будет просить. Он крупный. Отлично. Уменьшаю дракона в два раза. 1, 2, 3. Силами его намерения. Да будет так. Все, он готов. Дышит. Хорошо. Какой дракон? Красный или синий? Красный. Считай цифры над головой, пожалуйста. 603. 603. И перед клеткой красного дракона открывается, перед ним он видит портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Он скулит, видит он. Дракон, ты видишь, куда ты пришел? Ты нарушил манифест человека, закрывая портал, который объявил о своих свободах. Ты нарушил манифест, ты украл его энергии. И в манифесте стояли слова. Все, кто войдет в мое биополе после прочтения этого манифеста, с моей волей, моей силой намерения будет уничтожен в галактическом ядре. Уйдет на переработку. Ты наплевал на это, ты зашел в биополе человека и нарушил все его свободы. Ты вор и подлежишь наказанию. Ну он скулит лежит и все. Отлично. Перехожу сейчас к бесу. На каком основании? Что? Бес показывает воронку. Где? Воронка попала в ее биополе. Как это попало? Она блуждающая какая-то воронка. Где это было? Подвесил он ей гирьку. Бес, ты знаешь, что ты зашел на запретную территорию? Мне твоей истории сейчас вообще никак. Понимаешь? У тебя есть контракт на то, чтобы ты находился здесь, нет? Нет. А ты знаешь, что я могу сказать? Не наблюдал он со стороны. Да. Что дальше будет? А дальше будет галактическое ядро, которое ты сейчас увидел. Ты что думаешь, я за каждым интерферентом буду гоняться? Нет. Первый раз я отпускаю, а второй раз я сжигаю. Он говорит, что я первый раз. Вы все первый раз. Ты видел манифест в ее биополе? Он увидел. Значит, ты не можешь отрицать, что ты не знал, что человек объявил о своих свободах. Правильно? Ой, бес. Я же знаю, какие вы подлые лжецы. Ты понимаешь, за то, что ты зашел, ты сейчас получаешь удар 100 тысяч герц еще один. Один, два, три, удар. Больно, он просит не бить его. Хорошо, делай его в два раза толще. Один, два, три. Вот так вот ты будешь ходить теперь за то, что все будут знать, что ты какой-то идиот, потому что ты зашел на запретную территорию. Слушай, демоны слушаются, когда мы говорим не заходить. И тут приходит бесяра, семи или восьми герцовый, пытается мне здесь что-то рассказывать, какие-то истории. Воронка пришла. Ты решил свои границы проверить, вот ты их и нашел, пока не встретился с чистильщиками. А зачем мне тебя возвращать? Ты пришел на чужую территорию. Значит, я могу с тобой делать, что я хочу. Согласно воле излияния Юлии. Она мне дала свои полномочия. Ты хочешь Юлии спросить? Что с тобой делать? Давай спросим. Хочешь? Он говорит, что я все заберу, отпустите меня. Да ничего ты не заберешь. Мне не надо даже, чтобы ты что-то забирал. И я даю команду, и все, что на частоте беса, бес болезненно, сейчас разрезается и выходит из ее биополя, зависает в воздухе. Перед ней наматывается вся энергетика до последнего микрона. Все, что оставил бес, выходит из биополя. Юлия помогает, включает белый свет и выдавливает всю энергетику беса. Есть немного. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три, и этот шар улетает вниз в галактическое ядро. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Руки чистые, там ничего не связано больше? Гирь нет? Нет, гиря одна на ноге была. Хорошо. Она ушла или где она? Нет, рядом с ним. Ну что, одеть тебе гирю на ногу, бес? Как мне с тобой вообще разговаривать, если ты беспредельщик? Если ты не понимаешь правила игры? Может, тебе олень и рога сделать? Он говорит, что это ты беспредельщик. Ну, а ты думал. Ты знаешь, когда беспредельщика ловят и показывают ему то, что он сделал, они говорят сразу, что ты беспредельщик. А ты не беспредельщик? Я здесь легально для того, чтобы тебя вытащить и наказать согласно воле и излиянию Юлии. Юля, обращайся к Юле. Юля, как ты хочешь поступить с бесом и как ты хочешь поступить с красным драконом, которые вошли как интерференты в твое биополе? Ты имеешь полную власть над своими интерферентами сейчас. Пусть пообещают, что больше не вернутся. Хорошо. А обращаюсь к бесу. И уходит в освоясь. Бес, тебе есть что сказать? Не зайду к ней больше. Верни меня в мой... Ты еще должен извиниться перед ней за то, что ты нарушил ее права. Вот как ты сейчас попросишь прощения, так я тебе и верну твои размеры. А может и нет. Итак. Сожалею, что зашел не туда. И обещаю. Да и слова больше не приду. Хорошо. Возвращай бесу его размеры. 1, 2, 3. Первозданные размеры. Ты все понял, бес, да? Понял. Увидишь ее, беги. Потому что она мне позвонит, и через 10 минут я тебя вытащу в эту клетку. Тогда ты уже никуда не уйдешь. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал. На его чистоте. 1, 2, 3. Он забирает все, что с собой принес. И уходит на свою чистоту. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Так. Подходим к дракону красному. И я даю команду. Все, что установил дракон в ее биополе. До последнего микрона. Сила моего намерения начинает выходить из июля. Она выдавливает. Все конструкции, любую энергетику красного дракона. Все зависает перед ней. Начинает наматываться на шар. Все отдает назад. Все выходит. Он у нее как на спине сидел когтями. И вот вокруг хвостом на ее заматывал. И от него вот эта энергия более намоталась. Есть энергия, да? Да. Отлично. Закончилось? Да. Хорошо. Открываем портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Оно улетает все в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя. Подхожу к Юле. Кладу руки на плечи. Мощнейшим ударом. 100 тысяч герц. Сжигай все каналы. 1, 2, 3. Удар. Сжигай все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. И сбрасывай все каналы в галактическое ядро. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Отлично. Подходим сейчас к дракону. Итак, дракон. Тебе есть что сказать? Не приду больше, честно, драконие слова. Ты не хочешь выразить сожаление по поводу того, что ты зашел к Юле и нарушил ее свободы? Виноват. Больше не повторится. Перед Юлей. Безусловно. Не делай так больше. Честное слово. Возвращая красному дракону его размеры. 1, 2, 3. Готово. Ты все понял, дракон. Да, мы больше с тобой не увидимся. Кивает. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. И дракон уходит на свою чистоту. Забирает все, что он с собой принес. Если что-то осталось, закрывай, печатай, растворяй. Есть. Все, мы закончили. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи и вытесняем всю чужеродную энергетику до последнего микрона. За пределы этой комнаты остается только твоя энергия, моя Юлия. Готово. Отлично. Все, мы закончили. Давай заправим Юлию. Посмотри, сколько ей нужно энергии. Какая частота вибрации. 340 и 25. Отлично. И на счет 3 в макушку головы Юлия начинает входить. Снимается до числового значения 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется и усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Юлии. В систему биоробот-душа заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, к каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. И отключайся от объекта и возвращайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. И остались. И остались. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...